Солнце является самым большим и самым ярким объектом в ближайшем для нас космосе. Масса этой звезды приблизительно в 333 тысячи раз превышает массу нашей планеты. А ее яркость настолько высокая, что при простом взгляде на Солнце, человек может получить ожог сетчатки в течение нескольких секунд. Однако наше родное светило – это далеко не самая яркая звезда во Вселенной, в которой мы можем обнаружить и такие объекты, чья светимость больше в миллионы раз. Один из них – это сверхмассивный голубой гигант в галактике Большое Магелланово облако, который был обнаружен сравнительно недавно и представляет из себя самую яркую звезду во Вселенной. Мы вряд ли увидим время, когда полет к таким дальним объектам станет обычным делом, и поэтому я хочу предложить вам альтернативу. В новой RPG Raid Shadow Legends игрок получит такое же количество эмоций, как при путешествии к звездам, ведь теперь эта игра доступна даже на ПК и на Мак, и для ее запуска не нужно навороченное железо. Raid – это темная фэнтези, где вас ждут бои с боссами, более 400 чемпионов, которых вы сможете коллекционировать и улучшать. Кстати, вот мой любимец – Высший Эльф. И с новой графикой он выглядит просто божественно. Освоиться в Raid будет несложно, если потеряете среди 15 миллионов других игроков, ищите меня с ником off нижнее подчеркивание косма и вступайте в мой клан. Игра совершенно бесплатна, а для того, чтобы начать, вам потребуется скачать Raid по ссылке в описании и получить 50 тысяч серебряных монет вместе с эпическим чемпионом. В качестве бонуса. И до встречи на поле битвы! Перед тем, как я назову имя этого звездного рекордсмена, нам потребуется разобраться в том, как астрономы определяют расстояние до звезд и какую роль в этом играет их светимость. Как правило, такое измерение не вызывает у ученых особых трудностей, если речь идет о ближайших объектах. Например, удаленность Луны можно измерить вплоть до сантиметров, что стало возможным благодаря появлению на ее поверхности уголковых отражателей, оставленных там в период с 1969 по 1972 год. Суть данного метода заключается в том, что через телескоп, который направлен точно на эти объекты, пускается лазерный луч, который отражается и фиксируется после того, как он достигает Земли. С помощью этого можно узнать время, которое требуется света, чтобы дойти до Луны, его скорость и с легкостью рассчитать расстояние. Если же говорить об остальных объектах в Солнечной системе, то для них применяется метод с использованием радиоволн, который работает по схожему принципу. Но как быть со звездами, расстояние до которых больше в тысячи раз? Для этого применяется метод измерения с помощью годичного параллакса. То есть изменение угла наблюдения и видимого положения объекта относительно его удаленного фона. Если говорить проще, то для того, чтобы понять, что такое параллакс, вам потребуется вытянуть большой палец руки перед собой и посмотреть на него сначала правым, а потом левым глазом. Смещение положения пальца относительно других, более далеких объектов будет происходить потому, что глаза находятся друг от друга на определенном расстоянии. Если же посмотреть с Земли на звезду 1 июля, а затем повторить наблюдение 1 января, когда наша планета будет находиться на другой точке своей орбиты, звезда также будет смещаться в разные стороны относительно любого, более удаленного объекта. С помощью простейшей тригонометрии, зная радиус земной орбиты и угол, на который сместилась звезда, мы легко сможем рассчитать гипотенузу, то есть узнать расстояние до этой звезды. Правда, такой метод подойдет только для объектов, которые удалены от нас не более чем на 300 световых лет. Однако в известном нам космосе существуют объекты особого типа, которые являются маяками для астрономов и используются как эталоны светимости при определении расстояний до еще более удаленных объектов. Их называют стандартные свечи. Первыми свечами стали переменные звезды класса Цефиит, самым известным представителем которых является полярная звезда. Яркость таких объектов периодически возрастает и убывает из-за колебаний интенсивности их поверхностного излучения. Благодаря этому свойству Цефииты послужили для астрономов первоэталонной свечой, то есть объектом с заведомо известной светимостью. Обнаружив такую эталонную свечу в пространстве, можно измерить интенсивность ее излучения и определить геометрическое расстояние до источника света, имея один известный параметр. Многие астрономические объекты, которые принадлежат к тому или иному классу и имеют известную нам светимость, можно также назвать стандартными свечами. Благодаря данным космическим маякам, ученым стал доступен еще один метод измерения расстояния до звезд, суть которого заключается в том, что сопоставив выбранную звезду с уже известной стандартной свечой того же класса, но и с другой галактики, астрономы могут вычислить приблизительное расстояние до выбранного ими объекта. И именно так ученые смогли рассчитать удаленность самой яркой из известных на сегодня звезд – R136A1. Этот сверхяркий объект расположен на расстоянии в 163 тысячи световых лет от Земли и находится в карликовой галактике Большое Магелланово облако. Данная звезда была открыта еще в 60-х годах 20 века, однако титул рекордсмена был присвоен ей только в 2010 году. Причиной этому стало то, что скопление, в котором находится R136A1, не обладает столь внушительной яркостью, и рассмотреть его более детально стало возможно только с помощью телескопа Хаббл. Благодаря новым данным астрономы узнали, что R136A1 обладает массой, которая равняется 256 массам Солнца. Однако после проведения дополнительных вычислений эта цифра выросла до 315 солнечных масс. Этот показатель делает данный объект самой массивной звездой среди всех тех, что известны науке сегодня. Благодаря такой внушительной массе звезда также обладает и невероятно высокой температурой на поверхности, которая достигает 55 тысяч градусов по Цельсию, что почти в 10 раз больше нагрева нашего Солнца. Однако, несмотря на свою огромную массу, ее диаметр не является таким же большим и всего в 30 раз превышает размер главной звезды в нашей системе. Для сравнения, самая большая из известных нам звезд, UI-счета имеет диаметр 2,4 миллиарда километров, что равняется 1900 радиусам Солнца на пике пульсаций. Но, несмотря на такой огромный размер, масса UI-счета достигает всего 8 масс Солнца, что меньше R136A1 приблизительно в 39 раз. Данная звезда также обладает интересной историей. Если вы хотите, чтобы я рассказал о UI-счета в следующих видео, пишите об этом в комментариях. R136A1 можно отнести к молодым светилам Вселенной, так как ее возраст оценивается всего в 1,7 миллиона лет. Благодаря высокой светимости, эта звезда играет значительную роль в своем секторе и создает десятую часть ионных потоков всей туманности Тарантул. Для того, чтобы создать воздействие подобной силы, потребуется соединить энергию 70 обычных голубых звезд. Невероятно высокая яркость является главной особенностью R136A1, так как ее абсолютная светимость по максимальным расчетам может достигать 10 миллионов яркостей нашего Солнца. За 5 секунд эта звезда способна выделять столько же энергии, сколько наше светило излучает за один год. Однако, несмотря на такие внушительные характеристики, данный объект долгое время был скрыт от человеческих глаз. Высокая яркость сектора, в котором находится R136A1, всегда привлекала внимание астрономов, так как им было ясно, что обычные звезды не способны производить такое большое количество энергии. Но выделить этот объект на фоне других звезд в скоплении удалось только во второй половине 20-го столетия. Из-за слишком высокого уровня излучаемой энергии R136A1 стремительно становится очень неустойчивой, из-за чего титул самой тяжелой звезды, скорее всего, будет оставаться за объектом недолго. Излучение и температура R136A1 настолько сильны, что они способны преодолевать силу гравитации, сдерживающую материю звезды вместе. Это порождает мощные звездные ветры, скорость которых достигает 2500 км в секунду, из-за чего ежегодно R136A1 теряет 0,5 десятитысячных солнечной массы. На данный момент астрофизикам остается только гадать о дальнейшей эволюции этой звезды. Однако текущий опыт позволяет сказать, что, скорее всего, R136A1 в конце своей жизни взорвется сверхновой. Громадный объект сможет выбросить наружу немало изотопа никеля, что вызовет вспышку громадной светимости, которая, к счастью, пройдет мимо нас на безопасном расстоянии. Таким образом, мы можем сказать, что открытие подобных звезд является далеко не самым радостным событием. И то, что R136A1 находится от нас так далеко, можно назвать еще одним удачным совпадением в истории нашей планеты. Продолжение следует...